Россия привлекает мигрантов со всего света, но большая их часть приезжает из стран, образовавшихся в результате распада СССР. За долгие годы пребывания в едином государстве у их жителей сложился похожий менталитет. Большинство из них хорошо владеет русским языком, а многие имеют в России друзей и родственников. Все это облегчает адаптацию таких мигрантов в РФ, но для получения российского паспорта нужно оформить отказ от гражданства Узбекистана. Допускается ли двойное гражданство Узбекистана и РФ? Вопреки расхожему мнению, двойное гражданство в России не запрещено. Более того, согласно СТ-62 Российской Конституции, россияне могут иметь два паспорта, если это предусмотрено законами РФ и международными договорами, заключенными нашим государством. При этом наличие двойного гражданства не умаляет прав россиянина и не снимает с него обязанностей перед РФ. Перечень стран, с которыми у России действует договор о двойном гражданстве в 2020 году, невелик. Существует лишь одно такое государство Таджикистан, хотя до 18 мая 2021 года аналогичный договор действовал с Туркменией. Россиянин официально может иметь двойное гражданство Таджикистана или Туркмении. Во втором случае речь идет о тех, кто получил второй паспорт до прекращения действия договора. У некоторых россиян есть паспорта второй или даже нескольких стран. Однако в этой ситуации следует говорить не о двойном, а о втором или множественном гражданстве. Международные договоры о двойном гражданстве устанавливают определенные правила для лиц, имеющих два паспорта. Обладателей паспорта страны, с которой такого соглашения нет, Россия считает исключительно своими гражданами. Однако на них налагается ряд ограничений по трудоустройству в органы государственного управления и на должности, связанные с доступом к тайнам. С 4 августа 2021 года все, кто имеет несколько паспортов, обязаны уведомить об этом ГУВМ МВД РФ. По общему правилу, процедура оформления российского гражданства включает в себя отказ от прежнего правового статуса. Это касается и жителей Республики Узбекистан, РУ. Закон РУ о прекращении гражданства. Официально правовую связь человека с РУ прекращает указ президента о выходе из гражданства Узбекистана. Из узбекских источников следует, что отказаться от гражданской принадлежности по собственному желанию непросто. Зато власти Узбекистана по ряду причин легко лишают гражданства. Формально, по закону Республики о гражданстве, можно отказаться от правовой связи на основании заявления. На практике рассмотрение ходатайства может длиться несколько лет, хотя, согласно регламенту, максимальный срок не должен превышать один год. Многие жители страны уверены, что будет проще отказаться от гражданства Узбекистана в России по новому закону. Республика неохотно расстается со своими гражданами, поэтому в законодательстве предусмотрена возможность отказа в удовлетворении ходатайства. Порядок выхода из гражданства РУ, узбекское законодательство мало отличается от законов республик, ранее входивших в СССР и развитых демократических государств. Для того, чтобы выйти из гражданства Республики Узбекистан, нужно написать заявление. Подготовить и сдать комплект документов в органы МВД, если соискатель проживает в Узбекистане или в дипломатическое представительство этой страны за рубежом. Дождаться указа президента Узбекистана. Важно, без листка убытия посольства и консульства Республики не поставят лицо на консульский учет, а от тех, кто не зарегистрирован, не принимают ходатайства о выходе из гражданства. Следовательно, мигрант должен либо подать заявление в Узбекистане, если он находится там, либо вернуться на родину за листком убытия. На первый взгляд, все достаточно просто, но практика показывает, что это не так. В российских государственных структурах знают об отношении властей рук эмиграции, поэтому предлагают использовать упрощенный способ решения проблемы, который описан ниже. Комплект документов для отказа. Подготавливая документы на выход из узбекского гражданства, следует сделать их копии. Во время приема заявление сотрудник уполномоченного органа сверит ксерокопии с подлинниками и вернет оригиналы посетителю. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Копии документов и справки, составленные специально для подачи ходатайства, передаются на рассмотрение должностных лиц. В связи с этим сотрудники обычно просят поместить их в отдельную папку. В пакет документов входит заявление о выходе из гражданства Узбекистана на имя президента республики, анкета, заполненная от руки, автобиография заявителя, ксерокопии всех заполненных страниц в узбекском паспорте, 4 фотографии размером 3х4 см, справка о месте жительства и составе семьи, ксерокопии заполненных страниц паспортов членов семьи, согласие супруга на выход заявителя из гражданства Узбекистана, заверенное нотариально, ксерокопия. Свидетельство о рождении. Документы, подтверждающие уплату пошлины. Ксерокопии свидетельств о браке, разводе и о рождении детей. Согласие ребенка, следующего с родителем, на выход из узбекского гражданства для детей в возрасте 1418 лет. Разрешение на вывоз ребенка из Узбекистана, если супруги в разводе и второй родитель остается в стране. Документ, подтверждающий отсутствие претензий у лиц, имеющих право на содержание, родителей, усыновленных детей и т.д. Бланки можно заранее скачать на официальном сайте HTTP. Новый Сибирск. МФА. АСС. Электронные версии заявления, анкеты, автобиографии следует иметь на USB-флэш-карте. Где принимают документы на отказ от гражданства.ру? Прежде чем заняться сбором документов, стоит изучить актуальные правила на сайте Дипломатической службы Республики www.azmc.ru. Например, с 2021 года прием заявления осуществляется исключительно по биометрическим паспортам. Официальный сайт консульства Узбекистана в Москве содержит последние изменения в законах и требованиях, а также расписание работы дипломатических представительств и номера телефонов. Соискателям не следует принимать помощь лиц, выдающих себя за сотрудников представительства и предлагающих ускорить процесс выхода из гражданства. Их действия – это мошенничество. Купить подлинную справку нельзя, а покупка фальшивого документа обернется серьезными неприятностями. Решение вопроса, куда отправлять отказ от гражданства Узбекистана, зависит от того, где находится претендент, в РУ или за ее пределами. Отказ на территории РУ. В каждом районном отделении узбекской полиции есть отделение въезда, выезда и оформления гражданства, аналог российского ГУМ МВД РФ. Именно в этот орган по месту прописки следует обращаться человеку, который намеревается оформить отказ от узбекского гражданства в Ташкенте или других населенных пунктах республики. Впрочем, такой способ граждане Узбекистана выбирают редко. Как правило, они сначала находят себе новую страну обитания и обосновываются в ней, а затем ходатайствуют о выходе на территории этого государства в дипломатических учреждениях РУ. Подача ходатайства в РФ. Лицо, состоящее на консульском учете в России и оформившее листок убытия из Узбекистана, может подавать документы на выход из гражданства в посольство в Москве или консульство в Новосибирске. Адрес Узбекского посольства в Москве – 119 017, Российская Федерация, город Москва, Погорельский переулок, 12, телефон 499 230 00 76 230 00 78, факс 499 238 89 18. Генеральное консульство РУ в России находится по адресу 63005, город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 55 Б, телефон 7 383 246 0485, плюс 7 383 246 0484, факс, плюс 7 383 246 0462. Допускается обращение через уполномоченного представителя при наличии уважительной причины. Обращение через почтовую службу. Во многих странах мира предусмотрена возможность отправки документов в государственные инстанции по почте обычной или электронной. Но только не в Узбекистане. Для подачи заявления на выход из гражданства нужно лично явиться в полицию или дипломатическое учреждение республики. Почему же в случае сбора документов на российское гражданство многие отправляют заявление в дипломатический орган почтой? При оформлении паспорта РФ достаточно предъявить лишь нотариально. Заверенную копию заявления о выходе из гражданства и почтовое уведомление о ее отправке. Это и есть упомянутый выше способ, помогающий обойти препятствия, которые создают узбекские власти эмигрантам. Дипломатические ведомства РУ не рассматривают ходатайства, поступившие по почтовому каналу связи, и не оформят выход заявителей из гражданства. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Однако он получит российский паспорт на законных условиях, а возможные проблемы будет решать по мере их возникновения. Размер госпошлины и сроки рассмотрения заявки. Государственная пошлина за выход из гражданства Узбекистана в 2020 году составляет 71,4 доллара США. К этой сумме нужно добавить сбор за постановку на учет 30 долларов и расходы на оплату услуг нотариуса и поездки в посольство, консульство. Сложив все затраты, можно получить полную сумму расходов на процедуру. Как сообщается на официальном стайте, срок рассмотрения ходатайства составляет от 1,5 года. Прошение подается на имя президента страны, которая принимает решение. Многие утверждают, что в их случае ожидание ответа длилось два года и более. Подтверждение выхода из гражданства РУ. Справка о непринадлежности к гражданству Узбекистана понадобится тем, кто хочет работать в государственных или правоохранительных органах, поступить на службу в армии по контракту или на работу, связанную с секретами. Это именно тот случай, когда соискатели, отправившего заявку по почте, могут ждать проблемы. У большинства выходцев из РУ эта трудность не возникнет, ведь не все хотят работать в подобной сфере. Если такие планы есть, следует выходить из гражданства в соответствии с узбекскими законами. Проблему с получением справки возникает также у лиц, которые никогда не были гражданами РУ, но родились в этой республике во времена СССР, Согласно законам, принятым в РФ в 2021 году, если при устройстве на указанной должности обнаружится факт рождения в республике бывшего СССР, у заявителя потребуют справку об отсутствии ее. Гражданство? Без нее на такую работу не примут. Получить справку об отсутствии подданства Узбекистана можно в полицейском управлении по бывшему месту жительства в РУ, либо через дипломатические представительства в России. К заявлению на ее выдачу нужно приложить ряд документов, в число которых входит 3 фотографии 3,5 на 4 сантиметра 5 миллиметров, 3 экземпляра заполненной анкеты, квитанция об уплате госпошлины в размере 71,4 долларов. США по курсу. Узбекские дипломаты передадут заявление в соответствующие ведомства, а через 3-6 месяцев выдадут заявителю полученную справку. Хотя процесс ожидания может затянуться, покупать справку у посредников не стоит. После выявления подлога человека в лучшем случае просто уволят с работы, но не исключены более серьезные неприятности. Основания для отказа в удовлетворении ходатайства. Иногда вместо указа президента о прекращении правовой связи заявителя с государством выдается справка о невозможности выхода из гражданства Узбекистана. Это может произойти в случае наличия финансовых обязательств перед Узбекистаном или его гражданами, выдвижения обвинений и привлечения к суду, розыска заявителя, вступления в силу приговора, суда в отношении заявителя, пребывание лица в зарубежных местах отбывания наказания. Некоторым сообщают, что в удовлетворении ходатайства отказано в интересах обеспечения безопасности Узбекистана. Эта формулировка настолько размыта, что отказать по ней могут практически любому. Принудительное лишение гражданства Узбекистана. Инициировать прекращение гражданской принадлежности непросто, а лишиться его против своей воли легко. Утрата гражданства Узбекистана происходит, если житель страны поступил на службу в армию или правоохранительные органы другого государства, не стал на консульский учет в течение трехлетнего. Проживание за границей. Стал гражданином РУ на основании подложных сведений, причинил вред обществу своей деятельностью в интересах другого государства или совершил преступление против. Мира и безопасности. Стал гражданином другой страны. Изучая тематические форумы, можно сделать вывод, что утеря правового статуса по этим основаниям нередко становится для бывших граждан РУ неприятной неожиданностью. Вступление в российское гражданство. Для получения гражданства России в общем порядке иностранцу следует легально прибыть в РФ, оформить разрешение на временное проживание РВП. Срок действия документа 3 года, продлевать его нельзя. Прожив 1 год по РВП, обратиться за видом на жительство ВНЖ. Срок его действия 5 лет, документ можно неоднократно продлевать. Прожив по ВНЖ 5 лет, ходатайствовать об оформлении паспорта РФ. С учетом периода рассмотрения заявлений на каждом этапе срок получения российского паспорта по общей схеме составляет около 8 лет. Однако некоторые категории иностранцев могут быстрее получить новый статус. Заключение. Выход из гражданства Узбекистана – необходимое условие получения российского паспорта. Чтобы сократить срок ожидания, многие заявители отправляют документы по почте. Подтверждение их отправки достаточно для обращения в ГУВМ МВД РФ, однако формально заявители не лишат гражданства Узбекской Республики. Если он решит устроиться на работу в государственные органы, ему придется отказываться от гражданской связи с РУ в согласии с узбекскими законами. Видео «Отказ от гражданства». Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok